Итак, сегодня мы будем продолжать изучать поучение отцов. Масехет Авод. И, как мы уже говорили, Авод, отцы, это еврейские мудрецы, которые являются отцами мира. И вот один из учителей Раби Акивы, Раби Тарфон. Вот что он говорит. Раби Тарфон Омир. Айом кацар. День короток. Ва Мелаха Меруба. А работы много. Ва Пуалим Ацелим. Работники ленивы. Ва Асхар Арбе. Убаля Байт Дохек. Плата велика и хозяин торопит. Итак, Раби Тарфон. Раби Тарфон. Что значит день короток? Почему не время коротко? И это то, что сказал Раби Элиеза, Раби Уркинус. Каждый человек должен смотреть, как будто сегодня это последний день его жизни. Сегодня исправь, раскайся, сделай шуву, потому что ты не знаешь, когда ты умрёшь. День короток. День короток – это все дни жизни человека. А работы много. И задаёт вопрос Талмуд. Сказано так свитке Иов. И объясняет этот трактат Санедри. Так написано в трактате, извините, так написано. У Иова человек рождён на очень серьёзную работу. Очень трудно перевести «амаль». А вот да, это работа. А «амаль», но «амаль» – это очень сильная, очень изнуряющая работа. Ну, по-русски можно было бы перевести на «вкалывание». И задаёт вопрос Талмуд. Так для чего он рождён? Я не знаю. Он рождён для того, чтобы работать физически или для того, чтобы работать языком. И дальше доказывает Тара, что он рождён для работы ртом, языком. То есть для речи. Вы помните то, что написано в Торе? Это творец вдунул в первого человека, в Адама, душу живую. И переводит «ункилус». И стал человек душой живой. Духом говорящим. То есть определение человека – человек говорящий. Дальше задаёт вопрос Талмуд. Но я не знаю. Для того, чтобы трудиться, исследуя, изучая, произнося Тору, или для того, чтобы говорить всё другое, кроме Торы. Но сказано так у пророка Ишаяу, чтобы не отошла книга Торы, это от твоих уст. Отсюда доказательство, что человек рождён для того, чтобы работать над Торой. Объясняет эта святая книга Зор. Зор – работа, то, что сказано в Торе, то благословение, которое получает Яков от нашего прадца Ицкака. «Коль, коль Яков». Голос, голос Яков. И это значит, так объясняет святая книга Зор, голос молитвы и голос Торы. Это главное оружие еврейского народа. Так вот, что здесь сказано, что говорит Раби Тарфон. День короток, а работа очень велика. Объясняет это Хофицкай. Сказано так определение Торы. Что она длиннее, чем мера земли, и шире, чем море. И объясняет Хофицкай, что если мы хотим измерить какой-то лист, мы измеряем его в сантиметр. Если мы хотим измерить комнату, мы измеряем её в метр. Если мы хотим измерить какое-то большое пространство для дороги, мы измеряем её в километрах. Но Тора, она измеряется мерой, которая меньше её. Так длина земли и ширина моря не могут измерить Тору. И мы уже с вами говорили, что это такое Тора. Несомненно, то, что объясняют наши мудрецы, хора-а, учение. Для чего? Многие объясняют так. Учение, как бы, инструкция по пользованию жизнью на земле. Но это очень грубое определение. Ведь Тора, хора-а, учение. Как человеку правильно жить в мире? Но это не значит инструкция техника безопасности. Когда вы поднимаетесь на вышку, вы должны иметь, скажем, шлем и иметь какие-то очень крепкие ботинки, и у вас должны быть перчатки. Это Тора. Прежде всего, надо понять реальность. Что такое реальность? И что такое Тора? И мы уже говорили. Настоящей реальностью является только желание Творца. Теперь, а что же такое Тора? И почему она шире, длиннее, нет определения? Ну как? На полке стоит пятикнижие. В Ешире стоит шесть разделов Мишнает. Все тома Талмуда. Мидрашим. Зор. Ну, это и есть Тора. Но есть более глубокое понимание. Сказано в святой книге Зор, главе Трума, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Тогда это проект мира. Больше того, это орудие, которым сотворен мир. Ведь сказано, что Творец сказал и стало, и реализовалось. Но что слова Творца? Это ведь слова Торы. А что за этим стоит? Имена Творца. А что такое имена Творца? Это по моим действиям я называюсь. Тогда мы понимаем, что здесь как бы корень всего мира. Смотрел в Тору и творил мир. Только то, что есть в Торе, есть в мире. И тогда объясняет это ученик Виленского Гаона, Рафхайм из Воложина, что это самое большое воздействие на мир. Изучение Тору. Потому что это соединение с корнем, благодаря чему сотворен весь мир. Так что же, чему же учит нас Раби Тарфон? Великий Тано Раби Тарфон. Почему он сказал день короток, а не время коротко? Почему не время, не зман? Ведь человек, в принципе, сказано у царя Давида, дни жизни нашей 70 лет, а если в особенной доблести 80 лет. И это то, что объясняет комментатор Медрашмуй, что если человек будет думать, что сегодня он получил день от Творца. Один день, день короток. Ни время, ни годы. Я пришел сюда жить всегда. Один умер от насморка, один от рака, третий от, я не знаю, гриппа, четвертый упал, на пятого упал булыжник на голову. Я не имею отношения к этой компании умирающей. Так думает человек. День короток. Знай, что у тебя есть один день. Сегодня ты жив, а может быть завтра тебе не дадут еще один день. Поэтому работа очень велика. То есть объясняют это наши мудрецы, что главная работа, для которой пришел человек в этот мир, чтобы открыть в этом мире свою часть Торы. Это то, что объясняет Медраж. Когда Мушер Абейну поднялся на гору Синай, сказано в Торе впрямую, 40 дней он был на горе Синай. Хлеба не ел, воды не пил и не спал. Но ведь известно, написано в Талмуде, что если человек поклянется, что три дня подряд он не будет спать, можно ему давать удары палками заложенную клятву. Как же так? 40 дней не спал. Ну, есть люди, йоги какие-нибудь, которые не едят, не пьют. Ну, пьют, ну, немножко, и так далее. Но не спать. И это то, что объясняет Медраж. И то, что кто получил Тору? Только те, которые прошли море, посоху, и получили имя Иврим, Эвер, сторона, перешедшие посоху по морю. И вот это то, что называется Зившкина, сияние лучей славы Творца, которую они видели и после выхода из моря. И когда вчерашние рабы, которые думали только про нормы кирпичей, они пропели песню Творцу. И сказано, что о дня сотворения мира не звучала такая песня в мире. И дальше, кто получил Тору? Только тот, кто ел ман. Хлеб с неба. И объясняют это наши святые книги, что вот этот хлеб с неба, ман, он был сделан из этой Зившкины, из лучей сияния Творца. Только тот, кто ел хлеб с неба, он мог получить Тору. Мушарабейну. Что он ел? Что он пил? Что он спал на горе Синай? Тору. То есть источник самой жизни. Потому что сказал Муше, что я буду тратить время на то, что вы есть, чтобы пить. Тора, что будет с ней? Я засну. Что будет? И представьте себе, приводит такой недраж. Один царь сказал своему верному слуге, что он ему дает разрешение войти в царские кладовые. И сколько он захочет взять золота, серебра, бриллиантов, пусть берет. А человек вошел. И, конечно, он не думал ни про еду, ни про питье. Он брал, 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 складывал, складывал в свой мешок эти бриллианты, эти золотые дукаты. Может быть, ему сейчас отдохнуть, может быть, принять ванну, может быть, послушать хорошую музыку. Нет времени. Надо складывать, надо складывать. Это то, что делал Муше на горе Синай. Сорок дней и сорок ночей он учил Тору. Объясняет это Хоффет Скай, что если бы первый человек, Адам, не согрешил, та Тора, которую Творец дал еврейскому народу в 2448 году, третьем тысячелетии от сотворения первого человека, он бы дал ее Адаму. И в Торе есть столько мудрости, что первый человек, Адам, учил бы ее все шесть тысяч лет. Но произошло то, что произошло, и мы, потомки Адама, мы получили Тору горы Синай. И я хочу вам прочитать сейчас одну маленькую историю. История эта происходила послевоенные годы. На подмосковной станции Пихорка жил мальчик со смешной фамилией Горшкович. Одноконлассники не любили его за то, что ему слишком легко давалась школьная премудрость, за нос с горбинкой, и за слишком русское имя Святослав. Навалившись в горе боя, они били его не зло, но сердито, за пятерки по математике и физике, за пятерки по русскому и литературе, за фамилию и за имя. Часто с разбитым носом, в ссадинах и синяках, он вырывался от них и бежал туда, за привокзальные склады, свое потаенное место. И там мстил им за все, за свою фамилию, за имя, за пятерки по русскому языку и по русской литературе. На запорошенном гарью, сером подмосковном снегу, большими квадратными буквами он выводил слово на древнем родном языке. АБА. Отец. И там у этих букв, греясь от них, как от костра, он садился на разбитый ящик из-под жигулевского пива и, закрыв глаза, снова и снова погружался в свой заветный сон. Он в белом длинном допят походном плаще стоит среди огромной толпы мужчин, одетых в таких же плащи. Все на готове, чего-то ждут, а гора дрожит и дымится, и вдруг раздается трубный звук, звук шофара, а может пионерского горна, и гора начинает крениться, медленно отрывается от земли и зависает над ними в темном небе. Но это никого не пугает, все теснятся плотнее друг другу, чтоб встать под горой, а она начинает светиться, как бабушкин оранжевый абажур. Гремит гром, люди стоят неподвижно, их лица обращены к небу, никто даже не вздробнул, все сждут, слышно, как стучат их сердца, звук растет, усиливается, накаляется до бела, и наконец тишина, а из нее слова «Анухи Ашем Элукейхо» «Я Бог Всесильный Твой, Который выдал Тебя из земли Египетской из дома рабства». Святослав сидит, закрыв глаза, синяком и в ссадинах с разбитым носом и улыбается такой счастливой улыбкой, какая бывает только в детстве. Ну вот, резкий звук электрички, он открывает глаза, склад с ржавым замком, водонапорная башня, свалка брошенных балок, и только оно, родное слово «Аба» светится на снегу. Когда учитель астрономии Святослав Горшкович приехал в Израиль и сосед по центру абсорбции рассказал ему о празднике Шевуот и о горе Синай, оказалось, что он о ней давно уже знал. Это настоящая история, которую я слышал, я знаю этого человека, в детстве неоднократно он видел этот сон продорования Тора. Еще одну историю я хочу рассказать. Эту историю я слышал от своего учителя Равина Равицкак еврея, которого хозяева принимали с особенным почетом. Его называли уважительно Рави. Равицкак решил подойти к старику и познакомиться. Скажите, почему вас называют Рави? Вы Равин? Нет, нет, я не Равин, я Меламед, то есть я учитель. До революции, вернее, до двадцать шестого года я учил детей официально в нашей Талмуд-Торе, то есть в Хедере. А после того, как все закрыли, я продолжал учить их тайно. Ходил домой к ученикам и обучал их еврейскому алфавиту, молитвам, благословениям, рассказывал им о нашей вере, о наших прадцев. И много у вас было учеников? Не так много, около девяносто. Поверьте, первый стакан чая выпивал приблизительно в час дня, когда дети, которые учились в первую смену, возвращались домой, а те, которые во вторую смену, шли в школу. За одного ученика в месяц я брал с родителей три рубля. А если родителям было трудно, учил бесплатно. Меня знали все милиционеры. Мне нужно было все время их подмазывать, чтобы меня не замечали. Ведь я целый день бегал из дома в дом. обучая еврейских детей Тури. Итак, продолжим то, что говорит Раби Тарфон. Итак, почему нужно торопиться? Работа велика. Потому что по природе своей человек создан из праха земли. Так объясняет Гаон из Вильна комментарий на Свитокрут. Что по природе человек хочет быть покоя. Он не хочет заниматься никакими усилиями. Но почему сказано множественное число? А работники ленивы. Ведь до этого можно было бы сказать, что человек ленится. И объясняет это Медраж Шмуэль, что работники ленивы это органы человека. И поэтому человек должен постоянно преодолевать себя. Постоянно заставлять себя делать усилия. Но с чего начинается? Как человек может получить Тору? И об этом мы будем учить из Раташем в 6 главе Раби Мейер говорить про то, как приобретается Тора. Если человек объясняет Аарон Котлер, например, человек видит находку и он скажет это моя находка. Он ее приобрел? Нет. Почему? Потому что он не сделал приобретение то, что называется на языке Торы киньян. Хорошо, человек бросится на находку, ляжет на нее. Он ее приобрел? Нет. Потому что он не сделал один из киньянов приобретений, которому приобретают по закону Торы. и поэтому что он должен сделать? Один из главных киньянов приобретений, которым приобретается Тора, это исправление своих дурных качеств. Но как человек, он будет день и ночь учиться, сравнивают наши мудрецы Тору с дождем. Если дождь выпадает, и здесь действительно вспаханное поле, и на нем посеяны хорошие семена, то вырастут хорошие семена. А если человек, не преодолев свое дурное начало, учит Тору, несомненно сказано, что Тора исправляет человека, но мы часто видим невозделанное поле, и там столько черт тополох, поэтому с чего начинается, сказано нашими мудрецами, то есть приобретение хороших качеств предваряет получение Торы. Человек говорит, я гений, ну посмотрите, какой я гений, я гений в Торе. Чем меньше в копилке монет, тем громче они звучат. Почему действительно великие еврейские мудрецы они великие праведники, потому что это как два соединяющихся сосуда. С одной стороны Тора, с другой стороны исправленные человеческие качества, потому что как бы Тора это ступени, с другой стороны сказано в трактатике души, что Творец сотворил дурное начало и сотворил единственное противоядие против него Тору. Значит, благодаря изучению Торы человек изменяется. Но с другой стороны, как человек может исправить хотя бы одно дурное качество? Это то, что объясняет Ира Илья Одесслер сказано, что когда рабе Акива оказался во время казни и скребли железными грибнями его тело. Он в этот момент говорил Шма Исраил. Спрашивает его, может быть, ты колдун, ты не чувствуешь боли? Он сказал, нет. Но все дни я думал, когда я сумею это реализовать, даже когда забираю душу твою любить Творца. То есть все дни жизни твоей он представлял, что вот его причиняет ему страшные мучения. Может ли в этот момент он не изменить вере в Творца, любви к Творцу? Он готовил себя. Известна история про Стайплера Равьянкев Исруя Каневского, который в юности был взят в царскую армию. И он очень строго соблюдал субботу. И вот он вышел, чтобы вы знаете Россия, средняя полоса, морозы. И вот он вышел в субботу сторожить. Не запрещено. Но тот, кто сторожил до него, он повесил шинель на дерево. А это запрет от мудрецов использовать дерево в субботу. И поэтому он сказал себе, я конечно должен взять эту шинель, пику ахнефиш, то есть угроза для жизни, но пять минут я могу продержаться. И он продержался пять минут. Пять минут я продержался, может еще пять минут. И так он простоял всю ночь. И он не нарушил даже запрета от мудрецов. Мы видим здесь ход, как человек может бороться со своим дурным началом. С другой стороны сказано, что это очень серьезная работа, работники ленивы. Даже если человек будет с утра до ночи учить Тору, исполнит ли он полностью то, ради чего он пришел в мир? Это вопрос еще. И приводит такой мидраж. Царь дал своим работникам поле и сказал, я хочу, чтобы через год с этого поля вы сняли пять тонн плодов. и работники начали обрабатывать это поле, убирать камни, вырывать корни деревьев, вспахивать, посеяли. А в конце года они принесли одну тонну. Царь сказал, я вам сказал, пять тонн. Почему принесли одну тонну? Ты не знаешь, какое тяжелое это было поле, сколько там камней? Вы понимаете, даже если человек прикладывает все усилия, исполнит ли он то, ради чего он пришел в этот мир или нет, но то, что ты должен знать, плата за твою работу очень велика. Ведь это самое главное, то, что связывает все миры, которые сотворил Творец, с нашим миром. Это изучение Торы. Если человек даже весь день будет произносить из сестра Латана Кимна, он исполнит заповедь изучения Торы. Весь день одну и ту же строчку. Вы знаете, Кимна была матерью Амалек. Наши прадцы отказались ее принять. Она присоединилась к Элифазу, сыну Исава, и от нее родился Мамзер, сын Мамзерки, Амалек. Так вот, человек весь день будет произносить одну строчку. И этим уже, так объясняет Анна Дебе Ильяу, что уже этим он исполнит заповедь истории. Вы понимаете, какая великая плата. То, что человек занимается главным делом, ради чего сотворен весь мир. И так хозяин торопит, творец предостерегает людей и говорит им. То, что сказано, мы повторяем эту строчку дважды в день. Эта строчка входит в Шма-Исраэль. И повторяя эти слова, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась и вставая. И с другой стороны сказано, что человек, который не занимается торой, он проявляет неверие в Творца. Потому что Творец дал тору народу Израиля только для того, чтобы ее изучали и днем, и ночью. Как сказано, и занимайся и исследуй ее и днем, и ночью. Это великая корона еврейского народа. И вот мы накануне праздника Шевуот объясняют комментаторы. Это Орахай Макадош говорит. Шевуот мы понимаем отсчет недели. Неделя Шевуот. Но это еще Шевуот клятвы. Это две клятвы. Клятва, которую дал Творец этого мира еврейскому народу, что он не заменит нас ни на какой другой народ. И клятва наша, что мы будем заниматься его второй. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока. с Продолжение следует...